Сегодня все православные мира отмечают один из самых почитаемых праздников по церковному календарю Крещения Господня. Верующие запасаются освященной водой и, конечно, символ этого года дня – ледяные купания. Считается, что тот, кто окунется в проруби, будет здоров, полон сил, а еще смоет грехи. Роман Миронов продолжит. Окропить углы квартиры, чтобы из дома ушло все плохое и негативное. Ирина Фунтусова обряды и традиции Крещения соблюдает, приобщает к ним и своих сыновей. Верит, святая вода наделена целебной силой. Детки маленькие, плакать переставали, правда. Какой плохой человек посмотрит, ребенок капризничает, умоешь святой водой, и легче становится. И спать засыпает ребеночек. И сейчас мы капризничаем, и даже если животик болит, ну просто недомогание какое-то, вода помогает, умываемся. 19 января по новому стилю младенцы Иисуса крестили в реке Иордан. Каждый год в этот день верующие стремятся окунуться в прорубь, чтобы смыть с себя все грехи. Омовению предшествует молебен. Службу перед Иорданией проводит архиепископ Биробиджанский Кульдурский Ефрем. Нас согревает бодрый и радостный настрой. Горячая русская кровь, русское сердце. Я думаю, что каждый человек, кто почтит этот праздник еще и погружением в купель, во всей полноте ощутит счастье, величие этого праздника. Крещенский городок, оборудованный по церковным канонам и правилам техники безопасности, уже в первый час посетили несколько сотен биробиджанцев и гостей города. Несмотря на по-настоящему крещенские морозы, из желающих окунуться в ледяную прорубь выстроилась очередь. Большинство смелых верующих – мужчины. Православную традицию стараются заблюдать уже много лет. Все-таки святой праздник. Вот как церковь у нас деревянную построили, так и все началось, все на Бумагино. Первый Иордан был. У меня даже был случай такой, батюшка говорит, я простыл вообще в ноль. Он говорит, я говорю, ну что будет? Он говорит, ничего не будет, иди. И мне легче стало сразу, честно говорю. Согреться после крещенского купания можно было в палатках. На полевой кухне для всех желающих приготовили кашу и горячий чай. В соседней Иордании верующие могли набрать святую воду. Она не портится в течение всего года. Пополнила запасы Ирина Фунтусова. У купеля все делятся своим опытом применения святой воды. Но сходятся в одном – главное верить в высшие силы. Она отличается все равно от той воды, которую мы пьем постоянно. Она как-то мягче и даже кажется вкуснее. Ну, пьем на голодный желудок понемножку. Можно наливать просто воду немножко и пить, и тоже будет вода святая. Набрать святую воду можно во всех соборах и храмах автономии. Церковный обряд водоосвящения прошел накануне. Верующие могли прийти до 9 часов вечера. Роман Миронов, Сергей Голубев, Вести, Горобиджан.